доброе утро дорогие друзья у нас морозное утро минус 15 градусов но я мчусь как всегда навстречу приключениям чтобы порадовать вас чем-нибудь очень и очень интересным я иду центральный дом художника очень интересная будет выставка и открыт художественный салон но сейчас все увидите и сразу при входе нас встречает рождественская или новогодняя ярмарка подарков но мы все спешим на третий этаж там нас ждет персональная выставка художника марина ордзиани дочки наш моей старой подруги посмотри разные цвета разное настроение то есть весна это вот вот видно что только снег сошел здесь видно даже я за какие картины рисовала в июне вот по окраскам все видно я просто в восторге я хочу вас познакомить марина ордзиани очень талантливым молодым художником она представляет свои картины в центральном доме художника у кто училась в академии глазунова да я была на отпускных вообще такие работы замечательные они мне тогда так потрясли и кстати ты еще выставляла здесь копирус трижды да да то хоть думала или математиком стать или художником все-таки художник перевесил да вот она природе мне гораздо ближе я отучилась в школе с тимошенко алексеем николаевичем под его руководством закончила художную школу и поступила в академию глазунова но на третьем после третьего курса выбрала мастерскую пейзаж кстати мы потрясены были потому что в глазунов поступить очень тяжело те кто сталкивался с этим но ты просто вообще молодец потрясающий талантливый человек натура диктует если мне кажется что этот вид интереснее было бы написать например на арголите масло я пишу на арголите если мне кажется что нужно уменьшить фактуру я беру например бумагу или холст и на холсте эта работа выполнена гуашью нарисована на брянской области с венском монастыре такие холмы из которых открывается вид на весну и мы приехали один раз осенью в сентябре когда все травы уже отцветали и при этом были разных оттенков и уже пустые окрашивался лес да деревья мне очень нравится когда там вот и желтые это деревья и зеленые хвойные какие-то доставят переходное состояние да и птицы вот улетают из подчеркивается то есть это графика до считается что акварель гуашь и даже акрил это графические материалы у нас в академии принято называть графикой по ним на самом деле вижу и живописные отношения здесь очень живописные отношения но вот это вот уже у тебя явная графика когда эта работа выполнена карандашом она нарисована в городе кирилл она напоминает прям сказочные сюжеты да это очень сказочный такого вологодской области как васнецов любил вот эти вот всегда это берез осенний дождливый петербург старый разрушенный храм марина умеет передавать настроение внутренние да 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 заснеженная деревенька и море а вот что говорит о любимой ученице ее учитель она была одна из самых алексей николаевич тимошенко он не только ху талантливый художник но уникальный педагог родился в 1947 году в черкасской области классическому живописному письму обучался в студии григория степановича турчика выпускника императорской академии художеств закончив художественный графический факультет московского государственного педагогического института основал художественную школу новатора учитель по призванию он вел в школе авторские методики обучения живописи созданный им творческий метод своеобразной технологии живописи позволяет добиться удивительных удивительных живописных полотен и конечно учаясь у такого мастера марина не могла не податься его увлеченности она была любимой ученицы мастера и она конечно предпочла математики живопись а я не могла не воспользоваться счастливым случаем и взять у мастера интервью самом деле на самом деле пишешь ли ты этюд уходишь в разговор сам собою пишешь ли картину тоже неизбежно к этому приходишь и не совсем правильно думать что обо всем остальном забываешь скорее скорее проходишь еще и еще и еще раз тот путь через который прошел вот эти драматические события какие-то произошедшие в твоей жизни переосмысливаешь переоцениваешь и так далее нина я поздравляю с выставкой твоей доченьки с твоей талантливой замечательной я кстати вышла недавно на фейсбук там где кирилл посмотрела все его работы даже ландшафт на каком там участке делать столы все его я не делаю срезы туда даже стекло где-то вставляет где-то еще что-то в общем очень красиво внизу как-то интересно так делать металлические какие-то ножки да все разные трудоемки да да кстати походив по выставке мы решили зайти в кафе и посидеть немножко там вера а что это у тебя вот здесь за украшение к рубашке такое это можно и так и так и сквозь девочки очень рады что мы встретились великолепная выставка великолепная да еще мы отметили еще одно приятное событие а премии как это называется национальная премия по ландшафтной архитектуре слушает да и самое примечательное то что мне пришлось сделать проект для своей малой родины для моей любимой тарасовки поэтому там звони приятно всех приглашаем в тарасовку лера умчалась навстречу а мы с ниной пошли выбирать новогодние подарки до понедельника да а сколько ваша вот эта тыквочка стоит 600 600 а вот это что мне очень понравился надписью просто я сейчас только смотрел 1200 1200 вот это очень красиво а это кто студия бригадировок студия бригадировок можете взять визиточку если кто захочет но я сейчас как идеи классные это мы лица с мылом обалденно да нет здесь все вот такое нет посмотри арбузик какой да я видела да 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 потрясающе а вот парочка под зонтиком а парочка это просто на стену да ну это на стену а это же можно куда конечно салаты и фрукты какие замечательные подарки и цена кстати очень хорошие зато вечное все можно стену ваш снять ой апельсины как живые и гранаты на маке а тебе чуть больше нравится осьминог вот это коробка самая лучшая посмотрите видишь смотри какой у тебя осьминог там получился смотри нос какой и ваш елочки вот это вот маленькие сколько они стоят девятьсот тысяча двести пятьдесят 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 да место вот это вот тоже классно да место вот это вот штука ну да 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 не слушайте как вы хорошо придумали а еще а свинюшки а вообще венки и венки и свинюшки ой слушайте а там смотрите у вас а там у вас лапки даже из прищепок да да это с ножки слушал как же классно спасибо вам большое это для эколог или как записочки давно если прищепку такой записку сюда на две прищепки поставить то есть это серебро позолочитого это квадрс небольшой стоят такие видите снежные такие очень хорошие подарки новый год кстати в стиле боха да и все сейчас у нас все увлекаются сейчас буха да это абсолютно все плохо вот и одеты вот это волосы на лицо вот это а вы художники да ну я в частности это венеция да посмотри на меня очень хорошо и сколько они 2000 это коралл даже натуральный не агата коралл и сколько а вот эти вот красивые браслеты 2000 живут и голубой как тебе я принимаешь это уже как-то переживаю мне вот больше нравится вот те камни из крупной вот как это но я имею ввиду что вот там цвета зуба мне очень понравилась эта шляпка с перьями и я решила ее купить и стоила она очень дешево всего 500 рублей но вы посмотрите как она мне идет и не только к этому наряду во всяком случае подарок на новый год себе любимый я уже сделала и вы увидите меня обязательно под новый год в этом украшении вы все почувствуете королевы недорого а сколько 4000 всего ручная работа а ну-ка покажи-ка поближе слушай но тебе надо что-то золотой еще сверху одеть какую-нибудь такую пелерину королева действительно королева смотри здесь как сказки раса женщина превращается в королеву но ты выбрала самую красивую на солнце мой знак а вот но если вот такую взять это вот на конкурсах у них почему-то всегда такие короны 15 тысяч она тяжелая а я даже не знаю какая лучше мне это нравится это нет это какая-то кокошка на час модно кокошники ты знаешь сейчас как раз именно кокошники модны вот я тебе идет к свитеру а это нет это вообще 12000 но это твой размерчик а у тебя нем к им ну тоже кстати классно слушать а правда золото идет а потом рисунок видишь у них потемнение кое-где он и мы моя кудря потрясающе платье золотой мне больше понимаешь это все-таки мне кажется для более молодых да или с лицом ну что-то вот не золотое лучше хотя цвет тебе идет на золотое лучше да слушай выходи на подушку какие-то корма я это самая пусть это тоже кости Смотрите, какие интересные новогодние. Вот собачка, у нее в брюшке есть такие ящички, куда можно укладывать колечки, украшения. А вот у нас, как это, сверчок или кузнечик, а у него украшения можно под крылышки класть. Или вот зайчик. И дама какая. Да, таких подарков уже ни у кого не будет. Вот такой ежик шесть тысяч стоит. Я еще второй кашла в целом. Вещички-то, вещички такие необыкновенные. А вот это на любой кухне украсят, тарелочки. Любую кухню. Ну как же украсят. Субтитры сделал DimaTorzok Мы совершенно не заметили, как пролетело время, и пора было идти домой. На улице совсем стемнело, но напротив дома художников вход в парк культуры Венигорького. Он был красиво освещен и красиво наряжены елки. Красота! Я на остановке ждала свой автобус и любовалась вечерней Москвой. А город жил своей особенно ночной жизнью. Машины спешили кто домой, кто в гости, кто в театр, кто еще куда-то. А у метро парк культуры меня встретила красивая наряженная елка и инсталляция новогодняя. Посмотрите, как красиво украшены улицы и площади Москвы. Красота! До Нового года осталось всего недели. Дорогие мои друзья, я с вами прощаюсь. Мы вместе были с вами целый день. Вы увидели мою жизнь. Я желаю вам всего самого хорошего. Желаю праздника, настроения чудесного, хороших друзей. И всего того, что вы пожелаете себе сами. А я вам желаю здоровья и удивительных встреч и каких-то удивительных приятных событий.